Согласно этому месту из Писания, есть люди, которые как бы разобщены, есть которые на севере, на юге и в западе, пусть будет. Но Божья воля, чтобы они были вместе. То есть, на востоке. Написано, что соберет их с востока, приведет к западу. Но в шестом стихе, как бы, Господь дает повеление, отдай. Северу говорит, отдай, югу не удерживай. И, как бы, в молитве мы соглашаемся с Богом и провозглашаем, молясь за людей, которые приготовлены к спасению. Сначала просим Духа Святого, чтобы Он привел этих людей ко спасению. Во вторую очередь, мы обращаемся к силам тьмы и запрещаем им, и говорим, чтобы они отпустили. И, в-третьих, мы просим Бога, чтобы Он дал ангелов Своих, которые бы собрали жатву. Библия говорит о тех ангелах, которые собирают, которые жнут. Это все в форме такого повеления. Мы, как бы, утверждаем свою силу в этом провозглашении. В Библии написано, что Царство Небесное силой берется, и прилагающие усилия восхищают Его. И нам нужно учиться быть немного агрессивными. То есть, стоя на молитве и молясь за определенные направления, мы запрещаем и повелеваем силам тьмы отпустить тех, которые приготовлены к спасению, призваны ко спасению. Куда здесь, ну, в какую сторону здесь север? Север-юг, восток-запад. Север-поселок. Северный рынок. И, то есть, мы так становимся лицом к северу и говорим, север, отпусти их, и провозглашаем это. Говорим, дьявол, отпусти их. И югу говорим, придите от юга. Отпусти их, не удерживай их. На запад поворачиваемся и говорим, провозглашай и повелеваю тебе, отпусти их. И на восток то же самое. Провозглашаем то, чтобы силы тьмы отпустили людей, которые приготовлены ко спасению. И говорим, Дух Святой, приведи их от севера. Дух Святой, приведи их от юга. Точно так же восток и запад. Когда мы молимся таким образом, то это влияет на атмосферу духовную, там, где мы живем. И нам нужно понимать, что наши молитвы чрезвычайно эффективны. Те люди, которые заключены духами, мы имеем власть запрещать этим духам и говорить, чтобы они отпустили этих людей. Можете увидеть себя совершающими такие молитвы? Ведите себя более агрессивными по отношению к врагу? Ведите себя теми, кто просто требует у дьявола отпустить этих людей? Я вам советую попробовать это и посмотреть, что произойдет в ближайшие три месяца. Увидите, произойдет ли, как бы, увеличится ли посещение и те, кто спасается, количество тех, кто спасается. Один пастор попросил так двигаться в духе и начал это делать в своей церкви. Это было в Далласе, штат Техас. Он сказал, что, когда он только начал молиться, то он думал только о территории нескольких миль вокруг церкви. Но Бог дал ему видение целой земли. То есть, когда он обращался на восток, он даже, как бы, про возглашение делал народам, которые находятся в Европе, например. И даже иногда просто называл целую нацию определенную. И, например, иногда говорил, обращался, как бы, к Германии и говорил, чтобы там были высвождены люди, которые приготовлены ко спасению. Однажды ехала семья, однажды воскресенье, которое, ну, присоединиться, присоединиться хотела к служению. И он спросил, откуда они. И тот сказал, я был, как бы, в армии в Германии. И кто-то выслал мне, как бы, запись твоих, ну, посланий. И Бог настолько коснулся меня, что я уволился с работы и переехал сюда, чтобы стать солдатом Божьей армии. Никогда до конца не можем понять, насколько сильна наша молитва и как далеко она может действовать. Не только молитесь за Одессу, но молитесь за всю Украину. молитесь, чтобы Господь привел людей со всего мира, и чтобы дьявол отпустил их, и чтобы ангелы собрали их вместе. Затем, ну, из тех пунктов молитвенных, мы молимся за нацию, за нашу страну. Молимся о том, чтобы Царство Божье пришло в нашу страну. Чтобы Божья воля совершалась в нашем городе, в нашей области. Вы верите, что ваши лидеры страны должны иметь мудрость от Бога? Особенно наш. У вас кто там, главный президент или премьер-министр? Президент. Да. Ему нужна мудрость Божья? О, да. Думаете, что молитва может как-то повлиять на него? Верите ли, что Божья воля для Украины тоже есть? Мы не знаем, если наша молитва будет помочь нашим президентом. Вы должны знать, что молитвы эффективны, и даже президенту помогут. И какова же Божья воля для Украины? Думали когда-то об этом? Салвейшн. Начинается с спасения. То есть, мы, когда молимся за нацию, мы также должны понимать, что, ну, и распознавать, что Бог конкретно хочет для нашего народа, и это начинается со спасения. Когда читаем Ветхий Завет, то видим, особенно, что Божье Сердце было для всего народа. Другими словами, каждого человека рассматривал Бог как часть народа и имел определенный план для каждого народа. Итак, молитесь за свой народ, начиная с президента. Знаете, как его зовут? Yes, definitely. Назвайте его по имени. Пусть молитесь о том, чтобы Божья воля была в его жизни. Молитесь о мудрости от Бога для него. У вас есть парламент? Yes. Знаете некоторые имена лидеров парламента? Yes, we know. Yes, we know. For sure. Молитесь за них, называйте их по имени. Do you have a mayor over your city? У вас есть mayor? Yes, we have. Yes. Do you know him by name? Yes, we have. Да, знаем его по имени тоже. Yes. Yes. Do they need the will of God to be done in their lives? А им нужна Божья воля, чтобы совершалась в их жизни? Yes. То есть, молитесь за них. Молитесь о чиновниках вашего города. You have a city council. Кто? А. Горсовет, да. Okay. Yes. What about your education system, your school, and leaders over your school? Как насчет системы образования и тех, кто руководит этой системой образования? Is there like a governing board that decides, what's going to be taught in your school? Yes. Ну, это как орган управления, да, который решает, что будет преподаваться в учебных заведениях? Ну, да. Yes. Do you realize, how powerful a tool that is? Вы понимаете вообще, насколько серьезный и действенный инструмент это? Это люди, которые решают, что ваши дети будут учить. Молитесь за них. Молитесь о том, чтобы, если они пойдут в неправильном направлении, чтобы Бог поставил преграду. Чтобы Бог достучался до их сердец, дал им мудрости. Очень важно молиться за страну, за город, также и за область. И молитесь об этом регулярно. Жаловались ли когда-нибудь на этих товарищей? Yes. Когда молитесь, уже нет времени на то, чтобы жаловаться. А также молитесь о мире для Иерусалима. Молитесь о мире для Иерусалима. Can we complain in prayer? There was a reply that you can. Only you. Only you. Only you. Молитесь о мире для Иерусалима. Psalm 122.6. Psalm 122.6. Молитесь об Израиле, о народе Израиля. И благословляйте их. Все из вас евреи? Not all, but a big percent. So pray for yourself. Молитесь о себе, то есть... Себя благословляйте. Очередной... She says that finally, but I say that first topic that we, when we speak with God, we pray for ourselves, actually. Yes? And again, for ourselves. Yes. Yes. When we pray for the nation of Israel. And we pray for the nation of Israel. And so, after we have worshiped God and come into his presence, После того, как мы прославляем Бога, приходим в Его присутствие, мы начинаем делать просьбы и ходатайства за других. Не молитесь так, что вам кажется или как вы себе думаете, а молитесь так же согласно Божьей воле и за других людей. То есть не молитесь обо всем подряд, а молитесь, распознавайте Божьей воле и для других людей тоже. И Дух Святой поможет нам. Ну, распознавать Божью волю в смысле, чтобы Бог показывал, как молиться, а не чтобы там все говорить им. I have a question. I have heard that sometimes some person prayed for another and he heard that God said stop praying for that person. Is it possible? Yes. Я бы сказал, что это, ну, не, как это, ну, я очень сильно сомневаюсь, то есть это очень странно, неприемлемо. Но Бог сказал, чтобы мы молились за, ну, все молились за всех. But first John, I think there is a place where John says don't pray for those people. Помню 1 Иоанна, там как-то он говорит, что, ну, за таких даже и не молитесь там. Нет. Нет, там есть такое, там есть такое, там где грех смерти, по-моему, там что-то типа даже от таких не молитесь. When it is a sin of death, like, in 1 John, the last chapter, I think, there is written that you should, in our translation, it is said that do not pray for those people. In 1 John? Yeah, 1 John. Chapter 5? 5, да? 1 John 5, 17, 18. Симат, вы снимат, да? А, 16, 17. I mean, there is a little bit confusing translation we have. Ну, у нас такой просто перевод такой страны. Ну, то здесь имеется в виду, что есть какие-то определенные вещи, о которых просто не стоит говорить. Но здесь не написано, чтобы мы вообще не молились за человека. Но, потому что Бог никогда не сдается по отношению ко всем. И мы знаем, что пока человек жив, ходит по земле, то есть возможность всегда, чтобы он пришел к Богу. И вот, когда они уже умерли, вот тогда уже не очень молиться. Но, потому что уже ничего не поможет. Но, ну, католики, например, верят, что можно молиться за тех, кто, например, в честилище, и тогда Бог их может оттуда передвинуть в рай, например. Но, опять же, в Библия написано, что человек, ну, предназначен для того, чтобы только однажды пережить физическую смерть, и потом суд. Ну, то есть невозможно вымолить человека из ада, когда уже физическая смерть наступила, то уже ничего не поможет. Да, мы имеем примеры, когда люди живут, когда люди живут, но они живут, и они продолжают живут. Ну, если они как бы воскресли, то значит, они не умерли, получается, фактически. Да, вы говорите о том, кто пришел из ада, когда Иисус был воскресен? Да, извините, опять же. Вы говорите о том, кто пришел из ада, когда Иисус был воскресен? Нет, нет. Ну, он спросил ли это то место, там, где мы... Ну, они еще, значит, не отошли. То есть, ну, физически, то есть, тело, может, умерло, но дух еще не отошел, то есть, вернулся. Как это все страшно? Да. Ну, да, ну, он как раз вот туда и сказал, что вопрос в том, что нормально ли я так молиться, да? Он сказал, что сначала нужно распознать волю, а потом молиться согласно ей, а не сначала молиться, а потом приплетать туда Божью волю. Ну, он так говорит. Молиться, я не читаю слова. Ну, понимаешь, это уже как бы просьба, а просьба – это уже пункт попозже. Сначала просто общение, а потом уже просьбы, ходатайства и так далее. Ну, вот, я не знаю. for a hammer and say then let your will be done in my life and in that situation but I said that you said before that we shouldn't pray whatever we want and then say let your will be done in that but we should first of all have a communication with God and we should first of all have a relationship with him and understand his will and only then we can ask for some things yes that's exactly right well I said it right that's why when the Bible says we pray according to the will of God to есть в Библии написано что мы призваны молиться согласно Божьей воли we have confidence that he will answer us when we pray according to his will то есть мы должны иметь уверенность когда мы молимся что это молитва согласно его воле опять же мы не приходим на молитву со списком как бы дел или там наших желаний и просим Божьего давай-ка в этом всем чтобы твоя воля была то есть опять же молитва это в первую очередь откровение и понимание того чего Бог хочет а потом уже прошение согласно вот этому откровению и так как знать Божью волю в первую очередь читать Божье Слово и слушать Духа и слушать Святого Духа и так мы приходим в согласие с Богом и знаем о чем нам молиться вот почему молитвы Ишуа они всегда были такими эффективными потому что он всегда молился о том что он точно знал что он был в Божьей воле то есть по сути соглашался о чем он говорил нам до этого то есть начинаем мы с прославления поклонения и общения то есть единства с Богом то есть очень важно как бы войти в это течение или движение Духа Святого понимаете что я имею ввиду когда говорю о движении Духа Святого то есть вы пришли к Нему пришли в согласие с Ним Он наполняет вас и Он вас дальше ведет в направлениях о которых действительно стоит молиться например я молюсь о своей жене и распознаю что Дух Святой говорит мне и я соглашаюсь и понимаю о тех вещах нуждах которые действительно есть в ее жизни и поэтому я молюсь в этих направлениях в этих намерениях Богу да понимаете конечно для нас ну вообще очевидно что Бог знает все наши нужды если Хаммер становится нуждой ну то есть тогда будет согласие Духа Божьего и вашего Духа по поводу Хаммера ну мало ли но если Хаммер приведет вас к зависимости материальной зависимости приведет вас к тому что вы будете концентрироваться на неправильных вещах то скорее всего это не Божья воля чтобы у вас был Хаммер то есть вы можете молиться до посинения или как у нас в Америке говорят пока коровы сами не вернутся домой но ничего не произойдет я не знаю посудите сами сколько энергии тратится в молитве о тех вещах которые Бог просто не хочет чтобы вообще они были и чтобы мы о них молились и представьте себе какое ждет нас разочарование когда мы не получаем то чего мы просим и те люди которые не знают какова Божья воля не знают самого Господа вот они представляют что молитва выглядит вот так вот именно что дай то дай все они думают что Божья воля чтобы он просто раздал им всякие вещи чтобы их жизнь улучшилась и поэтому там например просит Божий заставь этого человека сделать вот то и заставь этого человека перестать делать что-то дай мне сюда Божью эту вещь это не молитва это отношение к Богу как к Деду Морозу понимаете зрелость это знание того что Божий план лучше чем мой план на мою жизнь я не хочу как бы приплетать Бога к тому что я делаю сам по себе но я пытаюсь войти в Божье дело самому то есть я должен войти в то что Бог делает то есть я должен сотрудничать и соглашаться с Богом о Его воле чтобы я ходил в Его воле это большая разница понимаете наша жизнь не нам только для нас предназначена но наша жизнь это часть Царства Небесного и поэтому мы молимся и говорим да придет Царство Твое и поэтому молиться можно так что Боже как я могу сотрудничать с Тобой чтобы Твое Царство увеличилось вот что Ишуа делал всю свою жизнь и он знал например что вот сейчас Божья воля на то чтобы человек исцелился и поэтому когда он не подходил и возлагал руки он не говорил Боже ну если хочешь он просто приходил соглашался что это Божья воля исцеляет и ну совершал исцеление вот откуда исходит вера от знания Божьей воли то есть мы не мечтаем о том какая там Божья воля а мы знаем какова она в нашей жизни понимаете смысл another question мы usually pray for sick people в general мы знаем что Бог будет heal но не всегда человек receives that healing instead we usually pray in faith but rarely we hear Holy Spirit most of the times we just pray with faith that he can heal or might heal there's a difference between knowing that he can and knowing that he will вообще тоже есть разница между тем что знать что он может исцелять и знать что он исцеляет и ну этого человека исцелит сейчас потому что большинство людей знают что Бог может сделать все что угодно но то что нам нужно это то что конкретно Бог хочет делать сейчас и сделает поэтому нам нужно слышать от Бога больше и поэтому нам нужно знать что удерживает этого человека конкретного от исцеления от того чтобы получить исцеление очень ну иногда непрощение блокирует это исцеление например я сейчас служу человеку которому нужно исцеление а он не исцеляется я могу спросить Духа Святого Господи что мешает этому и он может мне сказать например в его сердце есть непрощение к определенному человеку и например Господь дает слово и я обращаюсь к этому человеку и говорю если ты простишь человека на которого имеешь обиду то Господь сейчас ты высвободишь это исцеление в свою жизнь поэтому молитва это дружба единство и общение с Богом намного больше чем просто повторение каких-то слов слов или формула молитвы то есть другими словами нужны постоянно глубокие и с каждым днем все более глубокие отношения с Богом понимаете еще вопросы есть что это такое то есть картина такая что ходатайство это как бы стояние в проломе за кого-то что-то будет вот 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 человек с нуждами бедный очень печальная у него нужда ходатайство значит стать вот в этот промежуток с улыбкой и молиться за него Богу обязательно с улыбкой вот что такое ходатайство можно не улыбаться может как быть опа дождь точно вот эта туча это как бы образ врага или дьявола который давит на этого человека но ходатайство также может быть направлено на то чтобы противостоять врагу но это духовная война называется большая большая часть ходатайства это духовная война одно ухо этот дух тем ну этот демон короче пусть будет темный темная сила он лжет лжет этому человеку например говорит что бог 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 ничего для тебя не сделает ты слишком плохой слишком далеко зашел и что с лицом происходит еще хуже и ну в общем печаль полная и очень тяжело как бы получить слово от бога открыться на слово от бога этому человеку но как верующий я так также могу молиться о том чтобы эта ложь была как бы отрезана от этого человека ну у нас был такой период очень сильного пробуждения в течение трех месяцев мы собирались каждый вечер церкви и были исцеления каждый вечер когда мы собирались и очень сильно было присутствие Духа Святого и люди которые выходили вперед с нуждами молились мы за них они не могли пробиться через какие-то преграды и мы видели как бы в духе духа лжи который обманывал их не знаю как это объяснить но мы просто видели это в духе но мы также ну то есть мы просто видели этих духов которые лгали доставали меч божий ну как бы даже даже как бы физически так делали и просто отрезал эту ложь и ну этих духов и лица их сияли и они переживали как бы обновление веры и получали например исцеление вот ходатайство и это война духовная вот что например опять же значит это местописание которое говорит что скажи северу это значит сделай это таким агрессивно например дьявол забери свои руки от этих людей дух лжи отойди от этих людей отпусти их во имя шо кто из вас тут борцы пола вас мы я не был таким бойцом но моя вот жена она такой метр шестьдесят где-то но такой боец я вообще всегда думал что драться это плохо но есть хорошая драка и причина вот почему нам нужно бороться это потому что мы победим